здравствуйте друзья а сегодня мы будем готовить с вами варенокопченую колбаску посмотрите какой срез прекрасный она очень вкусная сочная нежная попробуйте приготовить по нашему рецепту я думаю вам очень понравится это очень хорошая колбаска и так а мы начинаем готовить колбаску варенокопченую здесь нарезаны уже полтора килограмма мяса сухого шеинка и она не очень жирная поэтому я добавил 300 грамм для сочности что дальше ты будешь будем крутить достаем из магазин чтобы не было отека прекрасно чтобы температурный режиме нарушать все должно быть ледяное и поехали крутить это морозилки примерно до минус 3 градусов чтобы потом не было отека повторюсь а здесь у нас специи соль нитритная соль простая 50 на 50 из расчета 18-20 грамм на килограмм немножко сахара вместо сахара стевия здесь черный молотый перец немножко можжевельника добавил ну и сухое молоко чтобы тоже не было отека чеснок по вкусу кто сколько любит кусочки льда замороженного бросаешь чтобы тоже не было тёка и потом добавляешь немножко на килограмм 100 грамм ледяной воды на столе фарш из морозилки он очень охлажденный так хорошо крепенько до минус 3 и будем сейчас перемешивать минут десять-пятнадцать до появления нитей белковых поехали фарш получился через пять минут но это мало включаем дальше прошло еще пять минут фарш становится намного тягучий все равно мало еще открываем рецепт этот проверенный годами надежный так что советую приготовить очень простой классика любой может сделать ваш у нас готов для вареной колбасы ваш фарш получился однородный как это можно сделать домашних условиях с нитями отправляем его дальше еще на сутки может меньше вот у нас шприц и мы набиваем плотно фарш сейчас будем набивать колбаску чтобы ночь повисела осадка произошла и завтра будет духовке готовить потом коптить вот у нас получился почти полный шприц немножко колбасы делаем в этот раз и поехали еще маленькую вот и уже у нас пошла четвертая колбаска 3 мы уже сделали стоп 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 а колбаски наши уже готовы мы их набили и сейчас мы их повесим на уплотнение и завтра уже мы будем их варить и коптить и результат вам обязательно покажем отправили нашу колбасу в аэрогриль на обжарку сушку готовку все это продлится где-то примерно около трех часов в зависимости от диаметра колбасы но здесь стоит термометр и он сообщит когда будет температура 70 градусов внутри батона увидимся позже ну вот сообщение нам пришло температурный режим готов и колбаска у нас уже готова сейчас отправим ее коптить поместили колбасу в коптилицу стоит на балконе может и в квартире но на балконе проще и вот будем коптить часа три потом покажем что получилось вот наша колбаска пробыла здесь всю ночь отдохнула и вот так она выглядит сейчас будем пробовать ну вот такая колбаска красивая получилась и давайте ее попробуем сейчас разрезать и посмотрим наш результат уже на среде вот видите какой красивый срез она получилась сочная нежная мягкая попробуйте мы уже сами пробовали поэтому рекомендую попробуйте и вы приготовить друзья очень вкусная колбаса